В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Зеленой Аллеи начал работать участковый пункт полиции. Сразу же можно прийти, никуда-то ехать, искать адрес. Вышел из дома, сразу обратился к своему участковому. Центр занятости населения стал предоставлять услугу направления на работу или перерегистрации в качестве безработного в электронном виде. Документы рассматриваются в центре занятости. Приходит смс с сообщением о времени визита в МФЦ. В Видновской школе искусств открылась персональная выставка выпускницы учебного заведения Варвары Семилетовой. Я ее помню еще совсем-совсем юная. Она была уже тогда очень талантливая. В микрорайоне Зеленой Аллеи начал работать участковый пункт полиции. Это уже восьмой пункт, открытый на территории муниципалитета. На торжественном открытии небольшого, но очень важного для местных жителей помещения побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Максима Козлова. Ровно неделя прошла с того момента, как был открыт участковый пункт полиции в шестом микрорайоне Виднова. И вот еще в одном жилом комплексе, а в Зеленых Аллеях проживает порядка 40 тысяч человек, появилась возможность постоянного присутствия участкового на территории. Процентов, наверное, 15-20 обращений жителей, они в себе содержат пожелания, просьбы, требования о том, что мы хотим видеть на территории полицию, мы хотим видеть участкового в зоне доступности в том или ином новом микрорайоне. И мы стараемся это сделать и воплотить в жизнь сообща. После разрезания традиционной красной ленточки всех присутствующих пригласили на экскурсии по необжитым пока помещениям. Открытие этого пункта стало возможно благодаря совместным усилиям депутатов, администрации округа, руководства ОМВД и застройщика. Я считаю, как местные, что для местных это будет удобнее, для, так сказать, скорейшего решения вопроса. Сразу же можно прийти, не куда-то ехать, искать адрес, вышел из дома, сразу обратился к своему участковому. На мероприятии присутствовал заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин, который, в числе прочего, курирует вопросы территориальной и общественной безопасности. Он рассказал о ближайших планах по открытию новых участковых пунктов полиции. Этот по счету у нас был восьмой участковый пункт полиции в Ленинском городском округе. Следующим планируем в Володарке, он уже отрабатывается, скажем так, на полную. И ведутся переговоры о открытии пункта полиции в Жакодивной. Адрес нового участкового пункта – бульвар Зеленой аллеи, дом 4. График приема жителей – во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 15 до 16 часов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Центр занятости населения стал предоставлять услугу направления на работу или перерегистрации в качестве безработного в электронном виде. Теперь по этим вопросам не обязательно приходить в учреждения, а получить результат можно в Центре госуслуг «Мои документы». Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Теперь, чтобы получить направление на работу или статус безработного, посещать личный центр занятости не требуется. Услугу перевели в электронный вид. Чтобы ей воспользоваться, необходимо подать заявку через портал «Работа в России», приложив к ней соответствующие документы. Документы рассматриваются в Центре занятости. Приходит СМС с сообщением о времени визита в МФЦ, конкретном дате времени. К этому времени подходит гражданин, получает аун вне очереди и проходит окно, где специалист ему выдает направление на работу. Стоит отметить, что если у соискателя нет возможности подать документы из дома, то можно это сделать также в МФЦ. Все заявления рассматриваются оперативно. Обычно с момента подачи заявки до визита в Центр госуслуг «Мои документы» проходит всего несколько дней. Здесь заявителю нужно будет обратиться в окно приема. Предъявить документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, трудовую книжку. Это минимальный набор документов, который необходим. Они заводятся в программу. Если есть направление на работу, они для заявителя предоставляются. Если нет, оповещаются о следующем визите. Житель Ленинского городского округа Сергей Иванов остался доволен процессом получения электронной услуги, так как это не заняло много времени и затраченных усилий. В течение двух-трех дней все это происходит. Вызначают время, в почту приходят уведомления, а времени строго принимают. Минут 10-15 все это занято. Центр госуслуг «Мои документы» работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. В рамках социального раунда «Маленький пассажир» большая ответственная сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, во время которого еще раз напомнили водителям о важности использования детских удерживающих устройств. Помогали инспекторам учащиеся 4 класса Видновского художественно-технического лицея. Дети – самые уязвимые участники дорожного движения, а когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Именно об этом напоминали водителям участники профилактического рейда «Маленький пассажир – большая ответственность». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД вместе со своими юными помощниками, ребятами из Видновского художественно-технического лицея, вручали автолюбителям информационные листовки. Она как раз напоминает, какие виды кресел, как они у нас подбираются при возрасте ребёночка, весе его и росте. Детки сами нам помогают, они сами просматривают какую-то определённую дорожную ситуацию. Соответственно, они подходят к водителям, общаются, разговаривают с людьми, вручают определённые листовочки с определённой тематикой. В акции также приняли участие представители Союза безопасности дорожного движения Московской области. Мы участвуем в таких акциях для того, чтобы донести детям, что безопасность – это превыше всего, чтобы они обязательно соблюдали правила дорожного движения, дабы не попасть в какие-то неприятные ситуации на дороге, чтобы они были в курсе всего, что всех мер безопасности дорожного движения. Участница акции Ира Костова на отлично знает правила перевозки детей в автомобиле. Не раз помогала младшему брату пристегнуть ремень безопасности. Его, когда перевозят на машине, пристёгивают к креслу безопасному. И когда один раз дядя вёз его мой и очень резко затормозил, то малыш не врезался в сидение, а остался на сидении. Стоит отметить, что ребята хорошо знакомы с другими правилами дорожного движения, в том числе безопасного перехода проезжей части. Сначала надо посмотреть налево, потом направо, дойти до середины, убедиться, есть ли машина, едет ли она или нет, а только потом переходить дальше дорогу. Я хожу один в школу, и чтобы мне пойти в школу, надо переходить дорогу на светофоре. Когда я перехожу, если я еду на самокате или на велосипеде, я встаю с него. И часто вижу, как, например, через дорогу либо едут на велосипеде и самокате, либо просто на красный цвет, когда машины едут, быстренько перебегают. Оставшиеся листовки школьники взяли с собой, чтобы раздать родителям, друзьям и ученикам других классов Видновского художественно-технического лицея. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Детская школа искусств города Видно открывает набор юных талантов. Узнать подробнее об отделениях ДШИ ребята и их родители смогли на дне открытых дверей. На праздники искусств побывала и наша съемочная группа. Для Ивана Телегина этот концерт стал дебютом. Музыкант впервые сыграл на сцене на барабанной установке. Иван уже два года учится в школе искусств и выступает в составе ансамбля. Юных перкуссионистов здесь учат играть не только на барабанах, но и на других ударных. Мне очень нравится играть на концертах, так как я получаю большое удовольствие и очень много реакции. Я люблю играть на ударных инструментах, на которых играются руками. Я выбрал барабанную установку, потому что я один раз зашел к нам в квартиру и слушал какой-то стук. Попробовал чуть-чуть постучать и у меня получилось. Мне понравилось и я решил записаться на барабанную установку. В школе искусств можно научиться играть практически на всех инструментах, даже на органе и ксилофоне. Но самыми популярными остаются скрипка, саксофон, аккордеоны, фортепиано. Для дошкольников открыты группы раннего эстетического развития. Именно там начал свой путь Демит Кузубов. Сегодня он уже выпускник отделения академического вокала. Мама мальчика уверена, приобщать к искусству ребенка нужно с малых лет. Искусство, оно дает очень много для души, для становления личности ребенка и для его общего понимания в жизни. И искусство, оно должно даваться таких стенок, как именно эта школа искусств. Светло, тепло, оно как храм, как замок. В этих стенах воспитывают и юных танцоров. Ребята могут выбрать между классической, современной и спортивной хореографией. Ольга Савина занимается бальными танцами уже 9 лет. За спиной десятки чемпионатов, а в планах цель стать хореографом. Все спортивные победы – рука об руку с партнером. Микаил рассказывает, тоже мечтает в будущем стать тренером. Такой же концерт был на открытых дверях. Мы к маме пришли, выступила программа с бальными танцами. Маме очень понравилось, мне тоже. Она решила меня отдать попробовать. Когда я пришел, мне очень понравился данный вид спорта. Я начал заниматься, с тех пор занимаюсь удовольствием, уже как 5 лет. Провели экскурсию и показали лучшие работы гостям школы и ребята отделения изобразительного искусства. Здесь художники учатся не только академическому рисунку, но и пробуют себя в новых техниках, импровизируют и творят от души. Для меня это почти что жизнь. Мама меня с детства прививает мне рисунок. Потом я сюда поступил, чтобы развивать свои навыки. И как тебе нравится? Очень сильно. Ну что ж, набор в детскую школу искусств города Видное продолжится до конца весны. Кстати, здесь двери открыты не только для детей, но и для взрослых, которые решат приобщиться к прекрасному. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Видное ТВ. И в продолжении темы. Моя первая выставка, так называется, новая экспозиция, открывшаяся в холле первого этажа Видновской детской школы искусств. Ее автор – 14-летняя Варвара Семилетова, выпускница ДШИ и талантливая художница. Натюрморты, портреты, зарисовки. Всего 18 работ. Все они принадлежат кисти выпускницы Видновской детской школы искусств, а ныне студентке Академии имени Сергея Андреяки, 14-летней Варвары Семилетовой. Сегодня мы открываем персональную выставку нашей выпускницы Семилетовой Варвары. В 2020 году Варя с отличием окончила нашу школу по предпрофессиональной программе. Хотелось бы отметить, что мы впервые организуем персональную выставку нашей ученицы. Незаурядные художные способности Варе родители и преподаватели заметили, когда девочка была еще дошкаленком. Я ее помню еще совсем-совсем юная. Она была уже тогда очень талантливая, очень целеустремленная такая девушка. Очень отрадована, что она к нам сейчас вернулась с таким вот уже художником. Можно сказать, что это уже состоявшийся художник. У нее творческий потенциал сразу был виден, да? Но мы все художники, и, как объяснить, потенциал – это маленькая такая часть всего успеха. Хочу пожелать ей, конечно же, не потухнуть и творчески двигаться дальше с таким же рвением, с таким же усердием и с таким же трудолюбием. Я безумно вообще рада, что такие есть педагоги, как Ксения Витальевна, как Светлана Анатольевна, как Юль Геннадьевна. И это однозначно, однозначно, вот школа искусств должна радоваться тому, что есть такие люди, прежде всего люди человечные, добрые, отзывчивые. Юная художница представила на выставке работы, созданной за последние полгода. Больше всего она гордится своими копиями портретов кисти Рембрандта. Было очень тяжело именно подобрать тон, там же очень много тонов, вот, цвет один, как бы, а различий много. И чтобы она не превратилась в одну кашу смешанную, нужно прямо следить, как ты штрихуешь, как ты делаешь каждый штрих, куда ты его делаешь, в каком направлении. Соус, сангина, акварель и карандаш – любимые материалы Варвары. Девушка обожает писать натюрморты, а любую свободную минутку использует для того, чтобы делать зарисовки с натуры. Представляя свое творчество, она хочет заинтересовать живописью как можно больше ребят. Хочется, чтобы они добились чего-то своего, то есть, чтобы они посмотрели такие, типа, ой, я тоже так хочу. Там, мы побежали к маме, купили какие-нибудь материалы. Это все тоже как-то вдохновляет, ну, не знаю, прям, вот, приятно смотреть. Они ходят, что-то смотрят, что-то свое получают от этого. Варвара еще не определилась, кем хочет стать, когда вырастет – реставратором или искусствоведом. Но одно девушка знает точно – рисовать не бросит. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Представители общества инвалидов из Ленинского округа вернулись из поездки по шести городам Золотого кольца России. 36 участников доброго путешествия побывали в интересных местах, где проходили съемки любимых фильмов, узнали много нового интересного о жизни наших предков, привезли памятные фотографии и сувениры. Самые активные туристы поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом Галиной Житковой. Примерно 940 километров преодолели за три дня поездки члены общества инвалидов из нашего округа. Незабываемое путешествие для многих стало практически реальным восхождением на Эверест. Простые ступеньки для девочек-колясочниц – не проблема, когда рядом надежные и верные друзья. Мне понравился Владимир. Там был собор Дмитриевский. И, как оказалось, этот собор в школе я рисовала. Нам задавали задание, чтобы каждый из учеников нашего класса нарисовал какой-то собор из городов. Активные путешественники посетили шесть городов Золотого кольца. Уникальные памятники истории и культуры произвели большое впечатление на всех участников поездки. На каждой остановке профессиональные экскурсоводы рассказывали о самых интересных достопримечательностях. Мы накануне поездки совсем случайно с детьми смотрели фильм «Иван Васильевич имеет профессию». И тут раз, и мы как в сказке оказались в Ростове. И я детям начинаю рассказывать, что вот здесь он запутался, вот здесь они бегали. И это, конечно, очень здорово. Очень понравился Кострома. И да все города, каждый по-своему красив. Поездка была продумана так, чтобы всем путешественникам было чем заняться. Пока взрослые увлеченно слушали предания старины глубокой, дети гуляли на свежем воздухе, катались на лошадях, знакомились с животными из контактного зоопарка. В последних мы сходили в музей, учились добывать огонь и смотрели на древних динозавров, мамонтов. Впечатлений много и мне очень понравилось эта экскурсия. Я бы хотела поехать еще. Это удивительное путешествие стало возможным благодаря помощи и поддержке добрых друзей организации предпринимателя Андрея Макалкина и председателя Координационного совета общественных объединений округа Феликса Жемалиева. 12 человек с нами было подростков до 18 лет. Ну, плюс наши девочки-колясничницы, которые с нами всегда и постоянно ездят, сопровождающие. Ну, и были взрослые тоже люди. Взял еще ребят из воскресной школы Ермольевского храма. Дай Бог, чтобы у нас получалось дальше ездить так же, дальше радовать людей. Поэтому для нас это не в тягость, для нас это в радость. Получать слова благодарности всегда приятно. Путешествия с друзьями стали уже традиционными в обществе инвалидов. За неполные два года дети и взрослые посетили Санкт-Петербург, Дзивеево и Оптину пустынь. В планах знакомство с новыми городами и подзарядка незабываемыми впечатлениями. У нас очень много друзей. Кто такие друзья? Это люди неравнодушные, щедрые, заботливые, которым не все равно, как живут инвалиды. И они рядом с нами. И нас радует, что круг наших друзей расширяется. Несмотря на свой недуг, члены общества инвалидов активно и энергично откликаются на любое интересное предложение. График поездок на ближайшие две недели уже расписан довольно плотно. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.